Всем привет, мои хорошие! Рада приветствовать вас на моем канале. Как всегда у нас мукпанк. Сегодня мы с вами будем кушать вот такое вот вкуснятино моего собственного производства. Это лаваш. Внутри здесь жареное мясо, сосиска, сыр и помидор. Хотела сначала приготовить пирожки, а потом стала лень жутко. Замешивать тесто. Посмотрела в холодильнике. Есть лаваш. Думаю, почему бы нет. Мне кажется, на завтрак просто бомба. И сегодня мы с вами будем говорить на тему лазерной эпиляции. В комментариях много вопросов по поводу этой процедуры. хожу ли я зимой, сколько у нас это стоит, на какой аппарат. Я хожу на все тело. Потому что смотрится как-то не очень, когда у тебя, например, на руках вот отсюда досюда волос нету. А дальше хоть пушок, все равно это смотрится ужасно, как-то неестественно. Раньше я ходила один раз в месяц. Плюс-минус 40 дней. Сейчас я хожу раз в полгода. Потому что, как правило, волосы не растут. И слава богу. Я очень довольна этой процедурой. Я прям могу всем советовать, кроме блондинок. именно кандела, она предназначена для девушек, темненьких брюнеток. У меня вот подруга, она ходила-ходила, она такая русая, и волосы у нее везде такие рыжаватые. И никакого результата нету. Поэтому тут опять же вопрос опять же с салоном. Я просто поняла одну вещь. Всегда нужно спрашивать цену. Однажды, знаете, я пошла на лазурную эпиляцию, возможно, вам рассказывала. И там вывеска. На вывеске написано, что лицо стоит 5 монат. Это 200 рублей. 200 рублей это не дешево. Везде стоит у нас лицо 200 рублей. Везде. После того, как мы сделали эту процедуру, я отдаю лазурологу эту же сумму. Она поворачивается ко мне и говорит, нет. У нас это стоит 8 монат. В общем, каждый раз, когда мастер спрашивала, клеить ли стразы, делать ли френч, она говорила, окей, давай. Оказывается, это все не входило в стоимость. Я даже сейчас помню эту ситуацию. Ей сказали в 2 раза больше, чем она должна была заплатить. И у нее с собой налички не было. Ее просто так не отпускали. Она тогда позвонила мне. Слава Богу, салон находится поблизости моего дома. Я пришла, заплатила. Но суть заключается в том, что всегда надо спрашивать. Видите вы какую-то надпись или что-то. Договоримся по цене. Айка, я тоже хочу купить набор для ногтей, где вы его купили. Я купила не все вместе. Что-то я покупала здесь в городе, что-то я покупала на Алиэкспресс. Честно, уже на Али как-то мне уже не нравится что-то покупать. Потому что могу объяснить. Во-первых, ждать. Ждать очень долго и нудно. Я это не люблю. В-третьих, почта находится далеко от моего дома. Мне нужно минимум потратить час, чтобы поехать туда и обратно. Нужно ждать. Да и сейчас, мне кажется, в городе приблизительно такие же цены, как и на Алиэкспресс. Лет 5-7 назад, вот тогда, на Алиэкспресс все заказывали и все. Начинают бижутерии закачивать какими-то мелочами. Сейчас я уже меньше заказываю. А точнее, почти не заказываю. Только если... Какая-то прям большая разница. Я вам во влогах показывала. Я заказала чехол. Он сразу стал грязным и никак не отмывается. То есть, я бы не сказала, что вещи там особо такие качественные. Хотя, по той же цене, даже дешевле можно купить у нас в городе. Когда я только начала снимать видео для Ютуба, вот тогда Алиэкспресс темы набирала огромные просмотры. Всем было интересно. Сейчас уже, мне кажется, никому не интересно. Все, как всегда, можно купить в городе. Посмотреть, пощупать, потрогать, в конце концов. Мне, конечно, понравился мой заказ турецкого сайта. Но, опять же, некоторые вещи на фотографии выглядели немножко иначе, чем в жизни. Например, вот эта куртка. Я думала, что она будет длиннее. На самом деле, она очень короткая. Мамин жакет. Вроде сидит неплохо, но, например, со свитером она уже этот жакет не сможет одеть. Маловат. Поэтому я предпочитаю все-таки, наверное, пощупать, потрогать, одеть, а потом уже покупать. У меня, как всегда, здесь кофе. Три в одном. Мне мой стоматолог сказал, что после того, как я пропью витамин D, через полгода у меня начнется отбеливание зубов. Я реально начала чувствовать, что зубы стали выглядеть значительно белее. Не только во влогах, а просто подхожу к зеркалу и я вижу огромную разницу в состоянии зубов, вообще цвет. Вот, если у вас тоже желтые зубы, обязательно сдайте анализ на витамин D. В общем, я наелась, мои хорошие. Было очень вкусно. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Я вас всех очень сильно люблю. Всем пока!